В рамках своего официального визита в Узбекистан председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко посетила Бухарскую область. Высокая гостья побывала в комплексе Бахаудина на Кжбанди в Каганском районе. Ознакомилась с архитектурными памятниками и другими достопримечательностями города. Священный город встретил делегацию утренней прохлады и по-узбекски теплым гостеприимствам. Посещение Древней Бухары стало финальным аккордом насыщенной программы трехдневного визита в нашу страну председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Культурная повестка, как говорится, для души включила посещение целого ряда адресов духовной и исторической значимости. Первой остановкой стал комплекс Бахаудина на Кжбанди. Важнейшее святыня и место паломничества мусульман со всего света. Работа, проведенная здесь по восстановлению исконной красоты древнего зодчества, впечатлила председателя российского парламента. Многое меняется в облике самой Бухары. Новые дома, инфраструктура, условия для людей. Но старый город все так же пленит первозданной красотой. В этом и уникальность симбиоза. Для парламентской делегации из России в Медресе-Нодер-Диван-Беги выступили дети, ученики школы номер два города Бухары. Искренний мотив детства сменился трилью дойры и затейливыми нотками сурна. Изюминки Востока они приблизили гостей к воротам старого города неподалеку от знаменитого Лябихаус. Пишая прогулка превратилась в настоящее знакомство с историей края, изящностью миниатюры, национальными танцами, архитектурой. В уютной тени мастерских, расположенных в центре ремесленников, внимание Валентина Матвиенко приковала работа бухарских мастерей. А есть школы, где готовят девочек, учат, обучают? Очередной адрес программы «Поэкалон» – Минарет Колян. Древний, величественный, овеянный легендами. Медового цвета уникальная кирпичная кладка поражает своим изяществом, красотой и совершенством инженерной и архитектурной мысли. Здесь председатель российского парламента согласилась дать эксклюзивное интервью для нашего канала. Я нахожусь под большим впечатлением тех позитивных изменений, которые произошли в Узбекистане за последние три года под руководством Шавката Мирамоновича Мерзиева, президента Узбекистана. Уже проведены очень серьезные реформы, направленные на улучшение экономического и социального развития. Созданы условия для развития малого и среднего бизнеса. Созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций, без чего не может развиваться ни одна экономика. Сделаны серьезные налоговые изменения. Важнейшее приоритетное направление реформирования и развития, которое отвечает чаяниям людей, которых давно ждали в стране. Я особо хотела подчеркнуть, что за последние три года мы сделали просто прорыв в российско-узбекистанских отношениях. Благодаря лидерам наших стран, их особым отношениям, это точно я знаю, которые особо доверительные и особенно продуктивные, такого количества взаимных поездок, обменов, которые произошли за последние три года, не было, я не знаю, за сколько лет, а это говорит о возросшем интересе. В России знают президента Мерзиева как крупного государственного деятеля, известного экономиста, очень профессионального человека, но еще знают как человека слово. Вот если он сказал, если он принял решение, он обязательно это реализует. Это очень важные сигналы для людей, это очень важные сигналы для бизнеса. Сегодня имидж Узбекистана на международной арене, он стал абсолютно иным. Знаете, вот сейчас на таком подъеме отношения между нашими странами, они имеют огромное будущее, огромную перспективу. Это ради того, чтобы ускорить темпы экономики, а главное улучшить жизнь наших граждан, их благополучие, их доходы. Так вот мы как истинные друзья, мы радуемся, искренне радуемся за те позитивные процессы, которые происходят в Узбекистане. Искренне желаем дальнейших успехов. Нам есть чему поучиться в Узбекистане тоже. Такие впечатления и итоги визита в нашу страну председателя Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации. В этот же день Валентина Матвиенко вылетела в Москву.